Доброе утро! С вами утренний канал Накатунь24. Как день начнешь, так его и проведешь. И дело не в приметах и не в том, с какой ноги вы сегодня проснулись. Важнее, что вы ели на завтрак. В поисках интересных, вкусных, а главное простых рецептов мы сегодня приехали в Белокуриху к специалистам Белка Менеджмент Групп. Мы сегодня на открытой веранде ресторана Пятое Колесо в гостях у Максима Корнаушенко. Максим, доброе утро! Доброе утро, Лена! Наша съемочная команда продолжает путешествовать по Алтайскому краю и наконец-то, наконец-то мы добрались до Белокурихи. Здесь есть как минимум, как максимум два классных места. Первое это Пятое Колесо, второе это ресторан сырной провинции трапеза, много-много сыра. У нас сегодня, кстати, часть его присутствует здесь, но о нем чуть позже, а вообще, Максим, я вот полная энергии, у меня такой отпуск. Вот видишь, у меня сейчас танец, у меня пищусь. Чем будешь кормить? Не поверишь, Лена, сегодня мы будем варить варенье из томатов. Может быть, кетчуп? Нет, вот именно варенье из томатов, да, это удивительно. Ну да, ну томаты все-таки ягода, как ни странно, не овощ, а ягодка, из этих самых ягодок, будем что-то вкусное варить. Так, первое нашим хозяйкам на заметку, все секреты, сам рецепт томатного варенья, джема, мы сегодня расскажем, а главное покажем. Только варенье и все? Нет, сегодня еще также мы будем печь печенье и делать вкуснейший сырный крем на сливочной основе. Так, это значит, у нас будет печенька, печенечка, это будет печенье через начинку и сырного крема, и томатного варенья. Получается вкуснятинка. Да, так, давай пробежимся по ингредиентам. Так вот, раз, два, три, четыре, пять, и начнем готовить. Так, для приготовления варенья нам понадобятся томаты и сахар, для приготовления теста нам понадобится мука, молоко и масло, и для приготовления сырного крема нам нужны будут сливки и козий сыр. Козий сыр? Козий сыр, именно козий. Так, как с ним работать, потому что многие не стесняются, но боятся, да, этих самых козьих сыров, мы развеем все мифы, все легенды и расскажем, как с ним работать. Начнем заводить тесто буквально через пару минут, сейчас на утреннем канале Бодрые Новости. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Во время выступления знаменитого американского рэпера Снуп Дога главной звездой стал совсем не он. Приглашенная сурдопереводчица, а в США их участие в концертах является обычной практикой, так зажигательно перекладывала спетые на язык жестов, что перетянуло все внимание на себя и стала звездой интернета. У этого видео уже миллионы просмотров. Примечательно, что оригинальные тексты полны нецензурной лексики. Смогла ли главная героиня обойтись без плохих слов, мы сказать не можем. Посетители аттракциона «Американские горки» в Оклахоме получили гораздо больше адреналина, чем рассчитывали. Вагонетки с людьми застряли на самом верху, на высоте 10-этажного дома. Испуганным пассажирам, это были в основном дети от 7 до 16 лет, пришлось ждать помощи полтора часа. К операции по спасению были привлечены пожарные. В итоге все завершилось благополучно. Но аттракцион закрыли до выяснения причин поломки. Просыпаемся, просыпаемся, просыпаемся. Сегодня на утреннем канале мы варим томатное варенье, печем классное печенье. Все секреты от сушевого ресторана сырной провинции Трапеза Максима Корнаушенко. Максим, мы должны уже начать что-нибудь делать. Печенье. Тесто на печенье. Сейчас мы начнем заводить тесто. Для этого нам понадобится мука, мука, сливочное масло. И сахар. Нет, нам нужна щепотка соли. Давайте добавим. Вот это будет похоже на щепотку соли? Да, абсолютно верно. И нам нужно молочко. А сахар без сахара? Без сахара. Точно, это же печенье, как на крекере. Да. Мы сегодня находимся на летней веранде ресторана Пятое колесо. Но помимо вот такого чудесного, уютнейшего места, есть еще одно. Это летняя веранда ресторана сырной провинции Трапеза. Буквально в паре метров, ну там, буквально пробежаться, прогуляться немножко, и можно там же расположиться. И там-то можно попробовать вкуснейшие козьи сыры и сыры из коровьего молока. Предлагайте и такие, и такие. Да, абсолютно верно. Вот, допустим, у нас здесь лежит сейчас на выбор. Это... Сент-Мор. Сент-Мор. Козьи сыр. Для таких уже гурманов, так скажем, да, кто точно понимает толк в сырах. Качото для попроще. Привычный нам, да, то есть мы можем спокойно... Качото более классический вкус, в общем. И камамбер. И сыр камамбер. Вот это все или какие-то еще предлагаете? Бурату готовите? Да, мы также варим бурату, варим сыр моцареллу и варим сыр длимбургер. Так, у нас здесь еще раз резюмируем. Молочко, мука. Молочко, мука, соль. Соль. Все? Все, да. И масло. Какой должна быть консистенция? Тесто должно получиться не очень плотной консистенцией, то есть за счет того, что там сливочное масло. Вот такое? Нет, еще чуть-чуть муки добавлю. Можно даже добавить немножко посыпать. В чем секрет такого теста? Может быть, его нужно настаивать в холодильнике или... Да, именно в этом. Настаиваться, как мамки, дрожжевое тесто под полиэтиленовый мешок. Нет, это бездрожжевое тесто получается. Здесь за счет того, что здесь сливочное масло, мы ставим тесто в холодильник постоять и охладиться. Оно стабилизируется? Оно стабилизируется, да. То есть масло уплотняется и тесто становится плотным. Сколько в холодильнике должно лежать? Ну, не менее получаса. Как расправляемся с томатами? Как варить варенье? Расскажем буквально через несколько минут после рубрики «Продукт дня». Передаю слово нашему диетологу Алексею Шелягином. Оставайтесь с нами. Доброе утро. Меня зовут Алексей Шелягин. Я врач-диетолог. Только представьте, в этом супермаркете находится около десятка новых продуктов, о которых вы, возможно, слышали, но не знаете, что с ними делать. Нет, это не еда космонавтов. Это вполне обычные продукты, которые можно легко приготовить. Сегодня я расскажу вам все о том, что полезно, как выбрать и зачем нам нужны эти новые старые продукты. Полба – это общее название для нескольких сортов пшеницы, но это совсем не та привычная нам современная пшеница, о которой мы знаем. Это скорее ее прародительница. Полба – это богат витамины и микроэлементный состав этого продукта. Полба содержит практически все витамины группы В, фиамин, рибофлавин, перидоксин, полевую кислоту, а также микроэлементы – натрий, фосфор, калий, селин и марганец. Регулярное употребление полбовой пищи способствует укреплению иммунной системы организма человека, а также уменьшает риск развития заболеваний эндокринной, сердечно-сосудистой, репродуктивной и пищеварительной системы организма человека. А еще в большей степени полба препятствует развитию онкологических заболеваний и анемии. После того, как диетологи заговорили о полезных свойствах полбы, повара стали готовить из нее множество разнообразных блюд. Среди них не только хлеба, каши и супы, а также множество десертов, полдяные сухари, воздушные суфле. В Италии из полбы готовят любимое ризотто, а в Иране и Турции из нее делают очень интересные гарниры к мясу или рыбе. Полбу следует почаще включать в свой рацион людям, страдающим сахарным диабетом и ожирением, а также людям, имеющим интенсивные умственные и физические нагрузки. Пачка такого продукта обойдется вам около 100 рублей и хватит ее на несколько порций. Питайтесь правильно и будьте здоровы! А мы продолжаем. Напомним, тесто для нашего печенья, похожего чем-то на рыбки, либо на крекер, мы убрали в холодильник на полчаса. Отставить. Ингредиенты еще раз состав, повторим чуть позже, а сейчас самое интересное. Варим томатное варенье. Ты когда впервые в жизни его сварил? Довольно так давно, на самом деле, я его впервые сварил. Год? Пару месяцев? Да нет, где-то месяц, наверное, назад. Сейчас у нас все... Вся фишка в том, что варим, допустим, кетчуп из земляники ревня, варим томатный джем, и сейчас как раз пойдет скоро пора молосольных огурчиков, ну а редиску мы все на какие-нибудь украшения такие прям слайсы редисочные укладываем. Итак, начнем с томатов. Как мы, что мы с ними делаем, как мы с ними расправляемся? В первую очередь нам нужно снять, получается, шкурку с томатов, сделать томаты конкосе. Скальп? Да, снимем скальп. Рассказывай секрет номер один. Как сделать так, чтобы это было сделать легче? Легче? Обычно это делается так, то есть берется помидор, делается крестовидный надрез, получается, и потом в дальнейшем опускаем, получается, в кипток. У нас там, пока мы смотрели продукт, мы вскипятили воду в сотенечке, забрасываем. По одному нельзя. А, по одному нельзя? Сразу все? Нет, сразу все, конечно. Чтобы сразу все вместе визжали в кипятке? Да, да. Ровно минутка. А после, по желанию, можно в ледяную воду, либо сразу с них снимать шкурку? Нет, просто сразу с них снимаешь шкурку, и все. То есть они не успеют нагреться, просто верхний слой шкурка. Ошпарится. Ошпарится, и все. Тогда в летнем меню что есть? В летнем меню, ну, у нас на самом деле масса всего, это как второе меню основное, можно сказать. Как второе основное меню трапезы. Что бы ты мне посоветовал съесть? Я бы посоветовал съесть вкуснейшие свиные ребрышки на гриле. Почему лето, пора барбекю, конечно, почему нет? Гриле меню, барбекю штучки всякие, то есть свиные ребрышки. А какой-нибудь рыбный стейк там, или какая-нибудь там чень-то нога, или какие-нибудь колбаски. Мы решили, что стейки как бы подаются, в принципе, везде практически рыбные. Устались от стейков. Ну, и все как бы уже подустали, и мы решили вернуться как бы немножко в старину, как бы в прошлое. Да, мы решили подавать как рыбные котлеты. Нет, рыбные котлеты. А, котлетки. На манер щучек рыбных котлет. Да, но вкусные. Они у нас будут, получается, из СОМА, рыбные котлеты из СОМА. Ну, естественно, они будут модернизированы уже. Рыбные котлеты из СОМА. Ну что, ну мы же каждый день из СОМА. То есть классно, рыбные котлетки из СОМИКа, да, можно будет у вас поесть. Мы достаем томаты, в это время посмотрим еще одну рубрику утреннего канала, называется она «Самоделкин», после которого продолжим готовить. Оставайтесь с нами. СОМА. Осталось разместить их на чехле и зафиксировать. Готово! Еще одна идея. Следующий чехол для тех, кто любит оригинальный принт и зверей. Давайте нарисуем веселую зебру. Сначала мордочку. Прорисовываем вертикальные полосы, рисуем глазки. Далее обводим карандаш перманентным маркером, который не стирается с пластика. Если маркера нет под рукой или он ложится неровно, можно закончить рисунок черной акриловой краской. Выбирайте кисточку потоньше, чтобы было удобно работать с мелкими деталями. Ушки для зебры сделаем из плотного фетра. Вырезаем две такие детали. Фиксируем их сверху на чехле термоклеем. Готово! Еще больше поделок смотрите в следующих выпусках утреннего канала. Самое вкусное на утреннем канале вместе с рестораном сырной провинции Трапеза и Пятое Колесо. Сегодня варим томатное варенье, печем печенье, все секреты от су-шефа Максима Корнаушенко. Мы продолжаем. Итак, что мы сделали? Мы достали томаты из кипятка и можем их начать... Сейчас нам нужно их почистить, получается. Безжалостно снимать шкуру. Видим. Это все легче, чем, допустим, если бы мы собрались на сырую, как-то правильно сказать, начать их чистить. Ну, к Максиму, вот смотри. У тебя на груди... У меня на груди. Есть отличительные знаки. То есть повара, допустим, те, кто мельком сегодня может быть так пролистнул, внутренний канал, точно знают, что шеф Валя Русс, это... Ой, как круто. Есть еще какая-то медаль. Вот про медаль расскажи мне. Про свеженькую нашивку у тебя на кителе. Не знаю, с чего хочешь, с тобой и начинай. Буквально недавно в апреле мы ездили на открытый чемпионат России по кулинарии, шеф Валя Русс. Так, в полуфинале мы готовили закуску из утки. Как бы, можно сказать, утиная плата такая. Там мы представили утку. Птица. Певчая. Да, довольно-таки. Так что готовили из утки? Мы представили утку сразу в нескольких текстурах. То есть мы в нескольких видах... Утка в перьях? Нет, сразу... Утка без перья. Какие были там текстуры? Как раз рассказывай. Мы представили ее в нескольких видах, так скажем. Вот проще сказать. Это... Селезень? Нет. Так, значит, первая текстура какая? Вот мне Сергей... Это был паштет. Говорил, что это паштет. Мус. Мус из утки был паштет. И просто утка. Получается, вяленая еще утка была. Вяленая. И просто кусочек утки, да, хорошей прожарочкой был. Так, и это победа в полуфинале. А в финале какое место? Какие были отзывы? В финале, как бы, учитывая то, что у нас как бы не было опыта в таких мероприятиях, мы как бы заняли шестое место. Ну, ничего себе не было опыта. Это огромное достижение. То есть в полуфинале третье, в финале... В финале шестое. Шестое. Молодцы. Итак, у нас готовы томаты. Что мы с ними сделаем? Расскажем буквально через 10 минут сейчас на телеканале Катонин24 официальные новости, после которых мы продолжим готовить. Самое интересное еще впереди. Оставайтесь с нами. Доброе утро! С вами утренний канал на Катонин24. Мы готовим вкусный завтрак и вас к хорошему дню. Мы в Белокурихе, в ресторане сырной провинции Трапеза. Все секреты от су-шефа Максима Корнаушенко. Максим, и вновь доброе утро. У нас небольшой был перерыв, но мы готовы продолжить. Мы сейчас варим варенье. У нас в холодильнике дожидается тесто для печенья. Итак, давай будем нарезать томаты? Да, мы готовы. Скажем, что мы с ними сделали. Томаты у нас в конкассе. Мы их опустили на минутку в кипящую воду, в горячую. Сняли шкуру. Сейчас готовы нарезать. Сейчас мы будем нарезать. По тесту для печенья. Это тесто похоже на наши рыбки, на крекеры. Там у нас мука, сливочное масло, соль, молочко. И все. Ну и немножко разрыхлителя, как бы, смешали сразу с мукой. Да, чуть-чуть-чуть разрыхлителя. Замесили и на 30 минут отправили в холодильник, чтобы у нас масса стабилизировалась. А после мы смогли откатать такие хорошенькие шайбочки. Печеньки. Мы сейчас располагаемся на летней веранде ресторана «Пятое колесо». А буквально, ну там, 10 метров, может быть, ну плюс-минус, да, располагается еще одна открытая веранда ресторана сырной провинции «Трапеза». Уютно, вкусно, сырно. Итак, мы добавили к нашим томатам... Ну, пересыпали просто сахар, получается, наши томаты, и включили на медленный огонь. И готово это все дело уваривать. Да. Постепенно помешивая. Сколько такое варенье варится, допустим? Есть там какой-то... Зависит от количества, на самом деле, варенья. На горсточку, на такую небольшую, как у нас. Если небольшая горсточка, то буквально минут 10 все это варится. И это будет готово? И мы сможем этим самым вареньем поливать наше печенье. Параллельно мы к нашим томатам отправляем две звездочки бадьяна. Продолжаем варить. Сейчас мы сбегаем за тестом и начнем выкатывать наше печенье. Сейчас на утреннем канале рубрика «Мама может». А мама может поистине все. Оставайтесь с нами. Посещать бассейн и научиться плавать – это два разных возраста. Посещать бассейн можно начинать от двух недель с рождения. Это занятия идут для укрепления здоровья ребенка, для развития его координации, то есть движений. Дети, которые идут с рождения, то есть две-три недели, месяц рождения, посещают бассейн. Они начинают раньше ходить, то есть они хорошо воспринимают окружающую среду. И еще, то есть для детей раннего возраста идет снятие стресса. То есть так как мы были рождены и были в утробе своей матери, то есть в водной среде, то есть в бассейне, на занятиях, как бы, мы погружаемся в ту же среду, в которой были. То есть и для нас стресс снимается окружающей среды, которая нас окружает. Что касается плавания детей, скажем, уже непосредственно подготовки к тому или иному стилю плавания. Есть дети, которые хорошо начинают, есть данные, они начинают плавать от двух с половиной лет. То есть есть такие дети, которые начинают работать в координации, хорошо начинают плавать на спине, на животе кролем. Может проплыть от пяти до пятнадцати метров спокойно. Ребенку с собой обязательно, это должна быть шапочка, это должны быть очки, полотенце и мыльные вещи. То есть мы перед тренировкой посещаем душ, моемся, после того идем на занятия, плаваем в бассейне. После занятия мы, в принципе, также выходим и идем греться. После тренировки дети идут греться в теплую комнату, температура комнаты 60 градусов. Дети до шести лет занимаются 30 минут, дети от шести до тринадцати лет занимаются 45 минут. На занятиях проходит как в воде, так и на суше. То есть на суше отрабатываем координационную систему и переводим это все в воде, чтобы ребенку было легче, проще и более доступно ему это объяснять. И вновь доброго утра, с вами Утренний канал. В поисках супер полезных завтраков мы приехали в Белокурику, в Белка Менеджмент Групп. Это два ресторана, ресторан сырной провинции Трапеза и пятое колесо. Все секреты от сушефа, ресторана Трапеза, Максима Корнаушенко. У нас варится варенье, варенье томатное. И появился тот кусочек теста, который у нас минут 20 точно лежал в холодильнике. И мы из него готовы приготовить нечто. Нечто. Печенье. Печенье, печенье. Для этого нам понадобится пергамент. Скалка. Скалка понадобится? Да, обязательно скалка. Итак, что мы делаем? Какие они у нас будут по величине, размером с крекер? По величине они у нас будут... Вот у нас лежит форма, которую мы будем вырубать. Собственно, вырубка. Упрощаем себе жизнь. Да, упрощаем себе жизнь. Просто-напросто заводим на кухне вырубку и пац-пац-пац-пац, формируем печенье. Если вырубку приобрести побольше, то ее можно использовать как формовочное кольцо и укладывать только кашки или салатики. Итак, ну-ка, показывай. Ну вот, мы раскатываем, получается, тесто. Тоненькое-тоненькое должно быть, да? Равномерным тонким слоем, да, для того, чтобы наши печеньюшки были... Как бы акцент шел больше на начинку, то есть, нежели на само печенье. А это всего-напросто основа такая, ну, во-первых, как бы текстура приводит, я понимаю, она будет хрустящая такая, прям ломкая, да, хрусткость. И, ну, основа для сырного крема и томатного джема. И заодно, раз ты у нас сушил сырный провинции трапеза, значит, можем поговорить о сырах. Итак, Сент-Мор, как долго его готовить, сколько он зреет, и, допустим, когда я могу прийти и забрать кусочек, либо попробовать его? Что там с ним? Прийти, забрать кусочек, попробовать и все остальное вы можете хоть прямо сейчас, потому что у нас уже приготовлен сыр. Вообще у него вызревание где-то примерно около месяца идет, то есть, ну, 24-27 дней примерно где-то. И готов. Да, он покрывается благородной белой плесенью, он вызревает, приобретает интересный, свойственный ему аромат и привкус, да, со стринкой, и мы можем его, допустим, вообще, в принципе, забрать, да, как какой-то сувенир, потому что многие отдыхают в Белокурихе. В подарочной упаковке, как бы, головку нашего сыра, подарить ее кому-нибудь, друзьям. Там же, рядышком с Сент-Мором, лежит камамбер, качото, бурата, моцарелла, лимбургер. Да, все верно. И мы сейчас находимся на открытой летней веранде ресторана «Пятое колесо», но также можно прекрасно провести время на открытой веранде ресторана «Трапеза». Вот такая штучка. Да, вот мы раскатываем. Шесть штучек нам хватит. Шесть штучек нам хватит для оформления нашей закуски. Не то чтобы прям еда. Закусочка такая утренняя. Да, закусочка такая очень интересная. Теперь, Максим, скажи мне, вот мы раскатали на... На пергаментной бумаге для того, чтобы... Уложим сейчас на противень, и сколько в духовке мы должны выпекать такую штучку? Мы будем выпекать печенье при температуре 180 градусов около 8-9 минут. Очень быстро. Варенье быстро варится на небольшую горсточку томатов, буквально там 10 минутка. Печенье выпекается крайне быстро, но здесь есть маленький нюанс. Прежде чем мы начнем все дело замешивать, выкатывать, мы нагреваем духовку, чтобы она у нас была уже горячей на тот момент, когда мы это печенье отправим внутрь. Сейчас на утреннем канале еще одна рубрика, после которой начнем готовить сырный крем. Оставайтесь с нами. А ты готова к лету? Такому легкому, жаркому и долгожданному. В новом сезоне бушует безумная полоска, принты из 90-х, надменная элегантность и открытые плечи. Дизайнеры всего мира продолжают экспериментировать с бархатом, атласом, льном и синтетикой. Настала пора разобрать самые горячие тенденции ближайших месяцев. Какой он идеальный летний лук? Удобный – раз, стильный – два, простой – три. Сегодня рассматриваем три вещи, которые обязательно должны быть, да и в принципе есть в гардеробе каждой модницы. Голубые джинсы, белая футболка или блузка и бомбер. Сезон питерских разрезов на коленках прошел, но завышенная талия продолжает держать лидирующие модные позиции. Что касается цветов, то летом ради удобства лучше всего отдать предпочтение в пользу светлых тонов – белых и голубых. Кипельная базовая фуфайка или блузка подойдет не только к джинсам, но и в принципе к любому комплекту, даже классическому. А утеплиться для летних вечерних прогулок поможет легкий бомбер. Магазины и дизайнеры предлагают тысячи фасонов. Абсолютно правильного в этом сезоне не существует. А мы продолжаем. Как и обещали, готовим сырный крем. Печенье ушло в духовку на 9 минут при температуре… При температуре 180 градусов. 180 градусов. У нас продолжается вариться варенье. И, Макс, рассказывай, как мы его заводим? Мы используем сливки жирности 33%. Можно жирнее, можно 40%. 33-40, но не меньше, не 10, не 15, не 20. Да, не меньше нужно использовать. Хорошо. И на, допустим, пропорции, что к чему, сколько понадобится? Пропорция, примерно, один к одному. То есть, в козе сыр мы используем один к одному со сливками. Сегодня экспериментируем с сыром Сент-Мор. Для не сырных гурманов… Нам нужно сначала взбить сливки. А, взбиваем сливки, держи. Да, подразказывай, какие там у нас последовательности. Да, мы взбиваем сливки для того, чтобы крем приобрел более такую воздушную массу. То есть, чтобы он такой более легкий был, более воздушный. Запомнили. Взбиваем сливки, а я продолжу. То есть, если не Сент-Мор, то какая-нибудь кремета, да, подойдет для… Да, подойдет любой творожный сыр, на самом деле. То есть, ну, любой такой, как бы… Незамысловатый, простой, который лежит на полках, допустим, в супермаркетах, если нет мне возможности, вот кусочек Сент-Мора, да, сейчас достать. Да, только текстура должна быть подходящего сыра, то есть, консистенция. Она должна быть… Мы видим, такая она сливочная, нежная. Как масло топленое, такой должен быть, консистенция, именно сырок, чтобы он смешался со сливками, сбитыми. Мы коллективно запомнили. Готовое варенье. Давай его переложим вот сюда. Давай готовое варенье мы переложим вот сюда. Вот сюда, да, в нашу миску. Все очень просто. Все секреты томатного варенья. Первое. Томаты нужно освободить от кожицы, заранее ошпарив буквально минутку в кипятке. Второе секрет. Вот видим, немножко жидковатое, чтобы оно получилось погуще. Допустим, разный вариант, как консистенция мармелада, а некоторые, как раз консистенция варенья. Можно сердцевинку убрать, вот эту семечку, это самая лишняя влага, и отправить их вариться. Нет, не обязательно. Нужно просто, если вы хотите погуще получиться, на манер конфитюра. Да, либо мармелад. Нужно просто еще дольше варить его. Уварить? Еще больше уварить его, да, получается. Там уже будет карамель. И не сливать какую-нибудь воду там. Нет ничего, просто уваривать еще сильнее. Там образуется карамель просто, и все это застынет. И получится. Можно даже легенцы такие. Мармеладу, томато. Запекать томат. Томато, мармеладу. Так, кстати. Подожди. Сейчас. Ну, как тебе? Это все магия? Бадьяна. Да, именно он там как бы играет главную роль. По вкусу, по текстуре, как будто это абрикосовый, какой-нибудь абрикосовый джем. Ну, или яблоковый. Нет, яблоко-яблокозернистый, вот абрикосик, что-то такое похожее. Вкусно, девочки, готовим. Печенье мы принесли готово. Наше печенье готово, да? Вот такие, помним, да? Прям тонюсенькие-тонюсенькие, хрустящие-хрустящие. И что мы делаем в первую очередь? Макс, рассказывай. Все, можно, в принципе, собирать наши печеньки, получается. Мы берем наш сырный крем, печенечку, и вот так вот наносим сырный крем по кругу, получается. Наноси. На печенечки. У нас задача какая? То есть мы готовим, конечно же, завтрак, но такими закусками, ну, сами понимаем, не наешься. История какая? Мы решили показать, во-первых, как сейчас в летний период можно сварить интересное варенье, ну, и, допустим, отправить его в погреб и уже каким-нибудь ноябрем или декабрем радовать своих гостей и себя. Это варенье томатное. Второе. Мы сегодня рассказываем о том, как можно разнообразить свои десерты. Каким кремом, допустим, масляный, заварной, а есть крем полезный, вкусный, это крем сырный. Достаточно всего лишь сливки взбить. Какой-нибудь сырок у нас сегодня сент-мора, главное, чтобы он был похож, текстура на сливочное масло, замесить. И готов тебе на пирожное, на мороженое, на печенье, и готово. Скажи, мы должны будем захлопнуть сверху вторую штучку, или так это у нас останется? Да, но это же печенье, получается, мы как раз закроем, сейчас поставим крышечкой. Крышечкой. У нас получится такой, с прословечкой, печенечки такие вот. А у него какое-нибудь есть название? Или это просто печенье с томатным джемом? Да, это просто печенье с томатным джемом и сырным кремом. Может быть, придумаем мы какое-нибудь название? Даже не знаю, даже не могу представить. Томатка. Томатки. Томатки. Красота. Будем чем-нибудь еще дополнять, на что прям такая подача, прям подача в... Как вот в трапезе, в пятом колесе все какие-то бомбические, классные, интересные. Может быть, на какой-нибудь тарелочке понадобится. Знакомое слово бомбическое. Твой звездный час. Ваяй. У нас сегодня три печеньки. К трем печенькам что мы отправляем? Какие-то у нас чудесные лепестки. Лимиттикора. Листья. Настурцы. Микрозелень будем использовать, листья настурцы. Вот сейчас дачники, огородники вздрогнули такие, что у нас турцы. Эти колокольчики, которые обычно выкладывают на клумбах, ее можно использовать в качестве декора. Так, отправляем. Давай украсим еще вареньем как-нибудь так вот, как-нибудь так. Нужно ложечка. Как-нибудь так эдак красиво. Держи. Вкусным вареньем из томатов. Красота. Сейчас мы сделаем акцент на то, что у нас еще идет начинка, добавим варенье в качестве декора. Давай, 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 давай. Клади, укладывай. Чтобы видно было, что внутри уже лежит. Что все натурально, вкусно, без каких-либо там консервантов, красителей и пищевых добавок. Сами все приготовили. Супер полезное печенье на утреннем канале вместе с шефом ресторана сырной провинции Трапеза. Кстати, можно встретить и провести прекрасное лето здесь, в Белокурихе, на открытой веранде. Ресторан «Пятое колесо». Либо пробежаться до такой же открытой веранды ресторана Трапеза. Красота. Лето получится чудеснейшим. Горы, чистейший воздух. Отличные люди, которые готовы подарить вам вкусный завтрак, обед или ужин. Ну, что там у нас? Ну, почти все готово. Почти все готово. И, кстати, расскажи мне заодно, что у нас завтра и что мы можем заранее подготовить на кухне и готовить вместе с нами здесь на утре. Завтра мы будем готовить бускеты. Для этого нам понадобится бородинский хлеб. Так. Муксун. Это рыбка такая? Да, это северная рыбка. А шпроты какие-нибудь подойдут? Да, подойдут. В принципе, и шпроты. Подойдут. Так. Не обязательно. Можно копченую какую-то рыбку использовать. Что еще? Муксуна. Еще нам понадобится сливочное масло и... Что там? Брынза, по-моему. Брынза, да. Нам очень понадобится брынза. Что интересно из брынзы. Типа паштет из брынзы. Сырный паштет будем готовить. Все расскажем завтра здесь на утреннем канале. Макс, классная история. Такое вот, вот таких печеньев наделось к обеду. Я думаю, очень даже будет кстати, к месту. И вообще, о том, как приготовить томатное варенье, можно найти в выпусках утреннего канала. Но по-хорошему приехать к вам в гости. И не только варенье, но и соленье. И много-много чего попробовать здесь, в пятом колесе, либо в трапезе. На сегодня все. Всем желаем отличного дня. Приятного аппетита. До завтра. Приятного аппетита. До завтра. Субтитры подогнал «Симон»